Всем большой привет! И сегодня я наконец-то готова снять обзор финальный на вот эту вот замечательную, не совсем малышку, палетку от Jeffree Star Cremated. Потрясающая палетка, спойлер. Я специально дождалась новой локации, нового места, чтобы красиво на фоне серых стен представить эту замечательную серую палетку. И покажу также, помимо макияжа, который я 5 штук целых на нее сняла, это предыдущее мое видео, покажу сегодняшний очень-очень быстрый легкий макияж. База от LORAC. Немножечко на пушистую кисть и чуть-чуть потерпнуть складку. Немножко оттенком Пылит Обитари Смягчу растушевку На нижнем веке оттенок морг Соединяю Снова пушистой прохожусь Опять маленькой Затемняю Оттенком Модзолей Чуть-чуть Все это дело Украшу Красиво сразу Но это еще не все Ласт лук Я говорила, что это мой Один из любимых оттенков Палетки Потому что два движения И макияж превращается В праздничный Потрясающий И классный Но Если вам этого мало Можно добавить Серебра Это просто кайф Все сороки Вокруги ваши Очень красиво Быстро Они друг друга Очень легко Перетекают Можно внизу Немножечко Пройтись Мурзолей Кистью Карандаш Ну куда без черного Ангела смерти По ресничной зоне Ну красота же Можно даже Какого-нибудь Цветного каяльчика Роснички Немножко Губежки Помада От Джеффри Манекен Очень красивый Нют Мне потребовалось 15 минут И макияж Красивый Праздничный Офигенный Готов Но я и на каждый день Могла бы такое носить Собственно говоря Давайте перейдем К обзору Этой замечательной Палетки Я действительно Очень рада Что я ее купила Я уже В первом впечатлении Говорила Про скандалы Про Вообще Вот это вот Всю тему В этом видео Я повторяться Не буду По поводу Упаковки Конечно Мистер Джеффри Не надо быть Худой Не надо Свою физиономию Лепить на палетку Даже вот эта вот Сама упаковка Где написано Кремейт Мне нравится больше Вот так вот В столе Оно раз Так и Оп Лицо Джеффри Выезжает Но для меня Это так странно Вот тут внутри Все очень красиво И само зеркало Вот это вот Под мрамор И это все Очень красиво Расставлено Смотрится Именно поэтому Я прощаю Джеффри Стар Косметик Вот это вот По поводу Однообразия Гаммы Глазки Видели Что брали Поэтому я не удивила Что гамма похожа И даже в макияже Переобечатлений Я делала два глаза Разными оттенками И обычный Средний Так скажем Пользователь Никогда это не различит Да здесь есть Уникальные оттенки И их здесь Даже не один А несколько Но в большинстве Случаев Особенно матовые Очень близки И вот Я закорила цвета Если бы их не было Я бы вообще Не расстроилась Вот честно Ничего бы в палетке Не изменилось Несколько матовых Таких основных Здесь действительно Очень классные Но конечно Королевами этой палетки Являются Именно блестяшки То есть Это офигенные Шиммеры Плотные А для них Не нужны какие-то базы Они прекрасно Наносятся Держатся у меня Как-то почему-то С переменным Успехом То есть Иногда они у меня Прекрасно держатся Весь день Иногда Чуть-чуть Подскатывается Возможно От плотности Слоя Зависит Или от погоды Но у нас Супер жарко Поэтому Я думаю В обычную погоду Будет немножечко Все получше Захотелось Что-то мне Немножечко Волос Добавить Блестяшки Действительно Потрясающие Это и просто Вот эти плотные Металлики Как были Блодласт Эллиан Потрясающие Это вот эти Два металлика А также Вот этот оттенок Достаточно красивый Но в нем Еще такие блесточки Отдельные Великолепные Вот этот вот Серебристый Это один из самых Вообще Красивых оттенков Которые я пробовала Он за 3 секунды Просто создает На веках Какой-то праздник Такая же формула У Джеффри Уже была В Блодласт Это был такой Розовый Сиреневый Тут он ее повторил И оттенок Ласт лук Это очень такой Плотный металл Я палетку Тестировала долго Плюс пока Она ко мне Еще шла То есть Уже Джеффри Новую коллекцию Успел выпустить Но вот Кстати В отличие от Кремейтед Новая коллекция Меня вообще Никак не вдохновила Я себе не заказывала Огромная палетка Матовых Но ребят Если здесь Куча похожих То в ней Подавно Да там вроде Как быть Разная температура Плюс-минус Но Нет У меня Куча матовых теней Очень качественных Классных А маленькая палетка Это вообще Дикое разочарование Потому что Я ожидала Что Вот эти классные Формулы Шиммеров Джеффри Там будут А там они Обычные Скучные Формулы Старые Как у его Хайлайтеров Возможно Очередность Палеток Должна была Быть другая Потому что Эта палетка Выглядит Более современной Чем коллекция Вунюдовая Сегодня я говорю Кремейтед И на удивление Я влюбилась В эту палетку Невероятно Я пользовалась Ей очень часто Летом Гамма Конечно Супер Нелетняя Я ей пользовалась Гораздо чаще Чем Джо Брейкер Потому что Быстро Легко Очень хорошие Матовые Мягенькие Также я Специально Обдохновившись Этой палеткой Сняла Пять Абсолютно Разных Образов Из Так скажем Макияжа Разных Периодов То есть И классические Стрелки Вы видели И вот Этот макияж Аля Кат Крис Из 60-х И смоки Черные Все что угодно И матовые Нематовые Текстуры Прекрасно Видно Что с этой Палеткой Можно сделать Реально Все что угодно Реально я честно от всей души могу рекомендовать даже с учетом того что я на себе никогда не любила серые тени то есть у меня серых теней коллекции реально очень мало из холодных палеток я могу отметить лорак 2 здесь есть матовый 1 серый такой холодный серо-фиолетовый серебристый и вот этот оттенок хром то есть мало и я ими честно пользовалась очень редко салтрет анастасия но тут тоже холодных то раз-два и все и в палетке визиат нейтральный один серый и серо-фиолетовый но я даже детального сравнения делать не стала потому что ну один-два оттенка похоже остальные реально уникальны если сейчас рассматривать палетку сразу видно какие цвета я любила не любила потому что некоторые прям очень хорошо затерлись а некоторые выглядят практически нетронутыми на удивление diamond ashes я думал это будет такой глиттер похоже на этот серебряный но нет это какой-то кусковой белый оттенок очень он как-то дешево смотрится я вот прям разочаровалась потому что посмотрите вот вот просто показываю это серебро это это влажный эффект на веках это великолепно оттенок last look посмотрите как красиво смотрится и белый он просто теряется на их фоне я наверное не совру если скажу вам что после палетки или у меня сейчас вот это идет у джеффри на втором месте потом наверное уже было пласт потом только джо брейкера потом уж конспираси из тех что я пробовала но конспираси как-то что последнее время вообще на мой взгляд коллекция была провальная напишите пожалуйста пробовали ли вы креме этот или какие-то другие из последних выходящих холодных палеток потому что было стиле татма джейкобс и марталис от лэйм краем салтри плюс сейчас наташа динона нас порадовала выходом холодной палетки глэм которая будет средняя по размеру и я ее скорее всего куплю она мне действительно понравилось я надеюсь наташа динона тоже меня не разочарует потому что честно что сансит палетку я люблю мне очень нравится цветовая гамма что вот эту замечательную красотку я планирую на нее все снять обзор вот хочу так же вот как я вдохновилась например джеффри до снимать видео хочется также потому что снимать как-то так типа ну вот классная палетка покупаете нет я прям хочу этой палетке посвятить много времени много любви она этого заслуживает как и заслуживала кремейт это джеффри всем большое спасибо за просмотр и всем пока